Друзья, приветствую! С вами Станислав Орехов, я дизайнер. Сегодня рассмотрим планировку, как мы с вами любим. По традиции буду рассказывать о том, что вижу, не готовлюсь. Будем смотреть на квартиру. Если у вас будут какие-то другие мнения, если вы дизайнер или если у вас есть какие-то пожелания, то также сможете их уточнить в комментариях, и мы с вами увидим с разных сторон данное произведение, не побоюсь этого слова, дизайнерского искусства. Хорошо, давайте посмотрим. Итак, нам прислали планировку. Мы видим одно окно, второе, третье. У нас есть кровать и комната главная, я так понимаю, в спальне. Есть кровать ребенка, детская комната, есть столовая и есть кухня. Ну, давайте посмотрим. Вход мы уже нашли. Двигаемся от входа, как всегда, для того, чтобы оценить, что происходит. Итак, первое мы видим шкаф. Шкаф 1650 на 600. Это хороший размер. Здесь лучше все использовать для плечиков. Почему для плечиков? Потому что места много не бывает, и всегда очень выгодно сделать именно плечики на весь этот шкаф. И здесь сидушка, вот написано, ниша сидения, да, вот оно, обведено. Соответственно, мы теряем просто часть полезной площади для того, чтобы разместить там вешалки. Этого лучше не делать. Во-первых, сюда, ну, сложно будет вместиться в любом случае, да, если ты вмещаешься, ты вмещаешься все равно вот только на эту зону, на сидушку. Вот туда ты просто физически не запрыгнешь, если только дети будут в прятки играть. Такого лучше не допускать, а вполне нормально вот здесь вот сидушечку разместить, например, здесь, и никаких здесь проблем не будет. Вот этот шкаф, в общем, первая рекомендация, это сделать здесь именно вешалки от начала до конца. Также 600 это хороший размер, 60 миллисантиметров, потому что очень часто бывает, я вижу, в планировках делают 500-550, но запомните, 550 это плечики. Вот поэтому, если вы делаете 550, то стенка будет просто биться о вашу шубу, и будет она просто неудобно висеть. Это первое. Второе, что нужно делать, это есть такой хитрый способ у нас дизайнеров, когда мы проводим оси. Когда ты проводишь оси, это такая история, как симметрия у тебя получается. У тебя есть ось, по оси идет какой-то центральный элемент, и слева и справа от оси есть такой композиционный прием, как симметрия. Если ты провел ось, на оси поставил какой-то арт-объект, и слева и справа сделал какие-то интересные штучки, у тебя вроде как уже какая-то идея появляется. Здесь, что мы видим, почему я это рассказываю? Потому что у нас зеркало, здесь две проблемы. Во-первых, у нас есть как бы некая ось двери, ну хотя какая-то дверь на самом деле большая, размер не проставлен, но визуально видно, что достаточно большой проем. Да, дверь можно поменьше сделать. И консоль у нас смещена. И здесь проблема по фэн-шую, все фэн-шуисты сразу скажут, и вас-то, наверное, какие-то специалисты, что нужно обязательно, вернее, нельзя делать зеркало напротив входа, иначе денег не будет. Либо еще какая-нибудь тема к вам придет, порча напустится. Но как бы просто лучше так не делать. Это первое. И второе, что я вообще, кстати, против вот этой перегородки, не обязательно ее... Я знаю, что некоторые клиенты хотят, что некоторые люди хотят, чтобы когда курьер заходит, чтобы здесь была какая-то движуха, и не видели, что происходит в основной зоне. Я, наоборот, за то, чтобы сделать так, чтобы проходил сюда свет солнечный, и тогда вот этот коридорчик, который вечно будет темный, он будет как бы нормально освещен. Конечно, это можно решить, в том числе, какими-то фрамугами, да, вот сверху, да, поставить. В принципе, это тоже решаемая история. Но я не вижу здесь никакой причины делать эту перегородку. Поставили шкаф, ну и, в принципе, нормально. Ничего страшного нет, что человек заходит и сразу видит. Мне кажется, наоборот, прикольно. Но если хочется, можно, в принципе, так и оставить. Но тогда вот эта вот история с тем, что у нас не по оси идет, с тем, что консоль лучше, либо не консоль сделать, либо шкаф, либо что-то еще, тут, на самом деле, надо подумать. И, ну, решение сейчас давать не буду, тут можно много вариантов, и вообще, может быть, целиком отказаться, а может быть и нет. Если нет, то тогда, может быть, там шкаф какой-то поставить, еще что-то. В общем, тут тогда возникает вопрос. Тем более, еще вот эта вот стена, сейчас мы до нее дойдем, вот до этой стены. В общем, тут много тем для обсуждения. Дальше мы заходим, здесь у нас шкаф. Ну, здесь, наверное, маленький шкаф, его лучше отдельно указывать, потому что сюда мы ничего не поставим, только какие-то мелочи, ну, скорее всего, да, можно будет сюда. Ну, еще один шкаф, 600 на сколько-то, не на метр 40, он, а все-таки меньше, и здесь можно плечики разместить. В принципе, нормальная история. Дальше, давайте посмотрим, шкаф у нас еще наверху есть, и тут кондиционер в шкафу. Спрашивается, зачем кондиционер в шкафу? Мне, честно говоря, непонятно. То есть, если вот он будет сюда дуть, и якобы вот здесь будет холодно, ну, как конвекция она не будет ходить вот туда. То есть, на самом деле, если это южная какая-то страна, то, скорее всего, все равно будет от солнца, от окон идти, и осуждать скорее надо, ну, вот эту какую-то историю, нежели вот эту. Не знаю, как это сделано, может быть, какой-то хитрый способ есть, что вот он туда дует. Не знаю, в общем-то вопрос, да, что за кондиционер. Может быть, это не кондиционер все-таки, а полноценная машина по вентиляции, да, может быть, так. Не знаю, в общем, вот этот вот вопрос, что это такое, надо подумать, и я пока не понимаю, как это работает. Дальше, заходим в санузел. В целом, санузел окей, в основном, да. На что хочу обратить внимание. Еще одна история с осью. Вот у нас ось есть, и также желательно, чтобы дверь была тоже по оси сделана. Вот основные вещи у нас, от чего ось идет, это центр двери, то есть центр двери должен попадать на что-то. Также у нас эта же история работает с центром двери входной. То же самое у нас идет, допустим, центр духовки, да, что лучше, чтобы что-то там стояло, стол, либо остров, либо что-то, чтобы у нас вся архитектура держалась на неких осях. Вот тут как бы этого особо нет. Также, кстати, диван, вот у нас центральная часть дивана, и смещение телевизора идет, это не очень хорошо. То есть тут у нас нарушена ося, такая базовая, базовый принцип дизайна, вот, поэтому уже изначально этот дизайн, как бы, ну, не такой качественный, который кое мог бы быть, несмотря даже вот на те комментарии, которые я даю. Дальше, телевизор. Окей, здесь неплохо бы сделать консольку, под телевизором всегда это нормально, иначе будешь ходить биться. Здесь вот телевизор будет видно вот это вот все внутренности, поэтому его лучше, конечно, в какую-то либо нишу посадить, либо куда-то еще, ну, чтобы не было вот этих вот, когда ты заходишь отсюда и видишь там все провода, это все равно будет видно, вот, поэтому какие-то заплечики, либо что-то тут устроить можно. Ну, плюс желательно, конечно, какую-то там консольку, либо что-то. Тут место позволяет, плюс диван, если человек тут сидит, ну, в принципе, было бы еще неплохо какие-то кресла поставить, потому что, ну, мы же не только телевизор, наверное, будем смотреть, да, или отсюда, или отсюда, да, какие-то кресла. Почему это важно? Потому что когда человек сидит, допустим, вот человек номер один, и с ним надо поговорить, там, посидеть, поразговаривать, там, вот такой человек номер два, вот здесь, там, человек номер три и столик, да, вот обратите внимание на какие-то гостиные группы, они примерно так и сделаны. Почему? Ну, потому что играть в настольные игры, общаться, разговаривать всегда выгоднее, когда у тебя некий треугольник, да, как на кухне у нас есть треугольник, ну, мы сейчас до этого дойдем, да, когда ты выложил из холодильника мясо, птицу, рыбушку, то, что любят, и пошел разделывать куда-то, и потом приготовил, и туда-сюда, чтобы можно было ходить достаточно просто. Я уже перекинулся на холодильник, ладно, сейчас до этого дойдем. Так же и здесь, в общем-то, да, то есть нужно как-то, чтобы люди общались. Поэтому здесь вот второго как бы аккомпанемента нет, а желательно, чтобы был. Ну, можно какие-то, может быть, крутящиеся кресла, знаете, иногда бывает, когда в разные стороны можно поворачиваться. Может быть, кресло какое-то поставить, еще что-то. Тут, конечно, проблема с переходами, со входами и так далее. Я просто говорю сейчас некие идеи, некие концепции, которые нужно применять для дизайна. Эта информация полезна как для домовладельцев, так и для начинающих дизайнеров. В целом это тоже очень важно, очень полезно. Вот, поэтому положение дивана, отсутствие кресла, ну, это все наводит на некую печаль и тоску. Хорошо, заходим теперь в эту зону, и вот здесь вот сразу же могу сказать, что есть некая проблема, проблема очень серьезная, что нельзя делать жилую комнату без окон. Просто по БТИ вообще в целом не пропустят. Нельзя без окон делать. Поэтому вот это недопустимо, абсолютно. И никак не получится это ни сделать, ни согласовать. Поэтому это большая проблема. Здесь нельзя делать кровать, здесь нельзя делать спальню. Это недопустимо. Поэтому как вы это будете обходить, согласовывать, непонятно. Также вот эту боковую часть тоже вот так вот нельзя делать. Во-первых, здесь вот еле-еле открывается. Это все будет некрасиво, это все будет неудобно. Даже если наплевать на требования, что здесь солнца нет. Вот такую дверь и вот такую вот на угол абсолютно тоже невозможно, нельзя делать и недопустимо. Поэтому это очень плохо. Как здесь дело? Если нужна еще одна комната, здесь ничего уж не поделаешь. К сожалению, нужно жертвовать вот этой зоной и кухню. Возможно, кухню, кстати, уводить в коридор. Здесь, кстати, непонятно по БТИ, как сделано. Во-первых, здесь еще кухня. Здесь тоже проблема имеется с окном, что она уходит. Тут надо смотреть, где мокрая зона, где коридор есть. И возможно здесь... Не то, что возможно, но все-таки единственный способ, если нужно разместить три жилых комнаты, а это гостиная, это детская и это спальня, то по-любому у вас три окна будут заняты. Ну никак по-другому это не сделаешь. Вот такие вот полумеры, они здесь не прокатывают. Вам, во-первых, не согласуют, а во-вторых, если согласуют, вы будете мучиться. Но люди не дураки, да? Они не просто так запрещают без солнечного света делать такие зоны. Поэтому, более того, если даже вы все равно сделаете, будете спать в чулане, тут возникнет еще одна проблема, что у вас просто мало места. Тут визуально, я не знаю, сколько тут метров, но визуально там меньше девяти метров нельзя делать. Вот тут девять метров, может быть, и есть, но вообще по факту нужно тогда вентиляцию еще, допустим, делать, сюда ввести, потому что проветрить нельзя. Окна вот здесь вот можно проверить, третье открытие окно, а здесь нельзя. И вы просто умрете. Ну то есть здесь человек будет спать, он умрет за ночь. Он кончится, у него воздух, просто кончится воздух. Даже если у вас будут окна закрыты полностью, там и будет метров, не знаю, 15, в 12.15 уже тяжело будет спать. А здесь тем более. Ну просто это небезопасно. Поэтому нельзя так делать ни в коем случае. Поэтому дальше что комментировать? Комментировать особенно бессмысленно, потому что метров 50 тоже мало, 1600 на двоих минимум, лучше 1800, ну как бы такой нормальный размер, ну 1600 в любом случае минимум, это матрас. А все, что дальше, это уже дополнительное место. Поэтому вот это вот нет точно. Дальше куда мы? Ну в детскую зайдем, ну тоже дверь как-то туда-сюда, вот здесь близко к, вот это вот тоже очень опасное, не очень хорошее место, близко к дивану. Дальше заходим сюда, здесь стол. Стол хорошо, полки окей, полки окей, кровать. Кровать лучше не к... Почему, кстати, так бывает очень часто, вот сколько мне планировки не присылают на рассмотрение. Почему-то вот мы смотрим в шкаф, ну какой интерес шкаф смотреть, я вообще не понимаю, зачем так делать. Прикольнее же вот так вот смотреть куда-то в зону, в основную зону, на улицу, на простор. Почему так делается? В общем, сюда лучше поставить. Не проблема здесь делать какой-то там, не знаю, подлокотник или что-то, сзади спиночку для кровати и смотреть вот так вот, кайф, а не в шкаф. Ну это как-то не очень. Дальше. Ну в принципе здесь окей. Теперь, что мы видим по основной зоне? Да, я уже сейчас не рассматриваю, что в целом эта планировка не подходит, я уже об этом сказал. Давайте, допустим, подходит. Ну какие-то мелочи сейчас еще вот по таким зонам расскажу. Стол. Вот так вот стол не делается, вокруг колонны и вот куча людей сидят. Вот тут, скажем так, сидит человек, вот с этим он никак не может общаться. Это абсолютно глупая, нелепая история. Нельзя так делать в принципе вообще никак. Поэтому так не делается, не нужно так делать, не делайте так. Возможно имеет смысл, если столько людей там надо сделать, во-первых, если столько людей, сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек это не так много. В принципе поставить круглый стол, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, даже восемь поместится, наверное, да, скорее всего. Поэтому круглые столы рассмотрите, в Нойферте скачайте методичку, в интернете наберите столы там по Нойферту, допустим, там будут круглые столы, они больше всего людей вмещают и удобно, уютно все вот на расстоянии вытянутой руки. Вот, такой стол точно нет, еще вот большой крест поставлю, так не делается. И кухня. Вот с кухней тоже проблема, я уже немножко затронул об этом, что здесь есть, ой, улетело, что здесь есть у нас духовка, есть раковина и холодильник. У нас должен быть, ну, как бы некая такая история, да, треугольник, да, и мы не должны бегать от холодильника к рабочей поверхности, к мойке и к духовке. Очень неудобно все это будет делать, поэтому надо что-то предпринять тут тоже, то есть нельзя такую кухню делать. Плюс вот это вот какая-то история непонятная, почему здесь вдруг ничего нет. Ну, понятно, что газовый котел нужно, но, может быть, нему доступ сбоку можно сделать или еще как-то. Ну, в общем, очень странно это все сделано. Планировка не то, что нехорошая, она негодная, никуда не годная. Здесь нужна работа профессионального архитектора, дизайнера. Не экономьте здесь на себе, на своем здоровье. Вам обязательно нужно обратиться к профессионалу, чтобы сделать, чтобы не стратить. Во-первых, вы же на это деньги будете тратить, ну и стратите 3, 5, 10 тысяч рублей для того, чтобы вам сделали, 15, 20. Это в любом случае будет лучше, чем вы не купите даже один вот этот стул, да, и не разместите это сюда. Сколько стул стоит? Ну, примерно 20, например, не знаю, 15 тысяч. В общем, не делайте так ни в коем случае, это недопустимо, а сделайте правильно. Закажите планировочку у наших дизайнеров-архитекторов, не обязательно наших, любого найдите, какого-то компетентного, и переделайте все. Переделайте, присылайте. А если вы начинающий дизайнер, никогда не допускайте таких ошибок. Если вы домовладелец, то тоже ни в коем случае не позволяйте себе так проектировать, а сделайте нормально. Надеюсь, было полезно. Если увидели какие-то еще ошибки, я здесь все не перечислял, если увидели какие-то еще ошибки, и вы знаете, как их исправить, то пишите в комментариях, тоже будет интересно. Надеюсь, этот разбор был полезен и интересен. Если вы владелец планировки, вам сделали дизайн, либо вы сами себе сделали, присылайте готовое решение я разберу посмотрю и дам какие-то комментарии вот как вижу так и буду рассказывать все успехов удачи не расстраивайтесь надеюсь вы еще не построили так и у вас есть еще время все это дело исправить